добрый день друзья сегодня в выпусках новостей мировой недвижимости от приан завершение эпопеи золотой визы португалии консульские известия северного кипра сюрпризы новостроек на пхукете не сенсация но все равно неприятно парламент португалии как и предсказывали в конце сентября повторно одобрил законопроект под названием больше жилья один из его пунктов отменяет в нынешнем виде возможности получения золотых виз теперь покупка недвижимости к получению внж в португалии не ведет . с конца прошлого года про эти изменения говорили как про дело по сути решенное президент страны сам утверждал что золотые визы отменят правда конкретных дат не называл летом депутаты закон утвердили но глава государства наложил вето оппозиция внесла 300 с лишним поправок а парламентарии составляющие большинство эти поправки не приняли и вот сейчас провели закон повторно без изменений и вето сейчас уже не работает впрочем подробно разбираться в португальских правилах никакого смысла нет в сухом остатке у заявителя остаются возможности получить в н же страны но с покупкой недвижимости они уже не связаны что можно можно вложить средства в научную деятельность в акции определенных компаний не менее чем с пятилетним сроком погашения или в коммерческую структуру вложить нужно полмиллиона евро и выше или потратить ну читай по сути подарить 250 тысяч в названные то есть также уже определенные властями страны объекты культурного наследия возникает вопрос будут ли эти схемы пользоваться хоть каким-то спросом хоть каким-то думаю да но существенно меньшим чем покупка жилья хорошо уже что все заявки поданные по старой схеме власти страны обещают обработать обладатели золотых виз имеют возможность продлить их на прежних оснований к слову в августе 64 заявители получили золотые визы португалии 42 на основании как раз покупки недвижимости что до граждан россии могу лишь повторить то что говорил и раньше да по официальным заявлениям программа для нас закрыта но по неофициальным в том числе от весьма уважаемых иммиграционных агентств контакты продолжаются все более уверенно и определенно говорится о скором открытии на северном кипре российского консульства вот теперь и глава непризнанной территории господин татар заявил что это должно произойти прямо таки до конца 2023 года поскольку до 50 тысяч россиян сейчас находится именно в этой части острова для них такая новость безусловно важная хотя бы потому что открытие консульства упростит всю бумажную работу подачу и получение документов а это в свою очередь упрощает проживание правда строго говоря и сейчас граждане россии находящиеся на северном кипре могут получить и получают консульскую поддержку обычно в консульской страны в республике кипр в никосии но кстати в турецкой части главного города острова прекрасно работают соответствующие официальные учреждения евросоюза сша германии австралии франции великобритании но разумеется турции в общем тех стран граждане которых активно переезжают на север кипра также все активнее говорят о возможном открытии прямого авиасообщения между россией и непризнанной республикой но честно говоря не думаю что вот это произойдет в ближайшее время на такой шаг ни в одной стране кроме турции разумеется пока не решились это будет означать конфликт с южным кипром правительство таиланда очень своевременно в преддверии сезона увеличила в том числе для граждан россии возможности без визового пребывания кто приезжает в страну по 30 дневному штампу могут увеличить срок пребывания еще на 30 дней для этого прямо на месте нужно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением ну плюс оплатить услуги это 1900 бат чуть больше 5000 рублей по нынешнему курсу обхукет между тем подтверждает самого русскоязычного региона страны спрос со стороны россиян способствует и появлению новых предложений особенно это заметно в сегменте высоко классных вилл тех что стоят около 1 миллиона евро и выше их строили и до пандемии но не сказать чтобы активно за полгода обычно менее 100 штук в девятнадцатом году был установлен рекорд 194 новых предложения за 6 месяцев но сначала 2020 года на два сезона этот рынок вообще встал лишь в 2022 началось кое-какое оживление но и тогда на фоне еще действующих к видных ограничений подобное жилье возводили буквально десятками и вот сейчас более 500 за полгода правда в этой статистике учитываются как отдельно стоящие дома так и дуплексы и таунхаусы со слов фриэлторов то есть это оценка неофициальная примерно половина покупателей премиальных домов на пхукете россияне почти столько же покупают остальные иностранцы в первую очередь китайцы и общая доля не тайцев в этом сегменте 95 процентов но конечно 541 новый дом эта цифра очень большая уже к середине года на рынке скопилось более 700 не распроданных объектов общей стоимостью более 1 миллиарда евро то есть появилась очевидная проблема в этом сегменте пока еще потенциальная перегрев несмотря на действительно существующий отложенный спрос президент ассоциации недвижимости пхукета господин пхатанан пхисут вимоу да именно в таиланде проще не остановится так вот его беспокоит еще и то что многие застройщики перед строительством не провели серьезные маркетинговые исследования а просто соблазнились растущим спросом и вот теперь чтобы все это построенное распродать застройщики должны быть более щедрыми и по отношению к агентам работающим с иностранцами то есть им нужно предлагать хорошие комиссии эксперт называет цифры в 10-15 процентов правда они в таиланде и раньше были похожие а также нужно быть лояльными по отношению к конечным покупателям вот их главный запрос круглогодичное управление недвижимостью пусть не для сдачи в аренду но как минимум поддерживать объект в должном состоянии необходимо ну что ж на этом я прощаюсь на неделю 6 и 7 октября встречаемся в москве на выставке empires в экспоцентре через неделю 13 и 14 на property шоу на тишинке будем выступать на семинарах и общаться 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 всем мира и безопасности ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до скорой встречи